Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот сейчас мы находимся в теплице, в которой у меня была рассада томатов. Я вам показывала, что осталось совсем немножко, я начала высаживать свои томаты. Но я вам показывала, как я высаживаю Настеньку. А вот здесь я высаживала сибирский сорт Ботяня, который высокорослый, двухметровый, и который и так в рассаде очень высокий. А нынче у нас произошла задержка из-за того, что высаживаем обычно в средине мая, а сейчас уже июнь, первая декада идет. И я вам хочу показать вот такую мелочь, которую я пользуюсь, которая может кому-то пригодиться. Он у меня двухметровый Ботяня по характеристикам. Еще он перестоял, и он получился у меня около 70 сантиметров высотой. Хотела показать вам, но идти туда далеко. Естественно, такую рассаду мне высаживать невыгодно, потому что он будет сразу почти вот досюда. И первая кисть будет высоко. Ну, короче, вы все знаете, что с длинной рассадой неудобно. Она вот тонкая, длинная, ее обязательно надо или лежа, или крутить. Вот я ее высаживала здесь лежа. Сейчас вам расскажу и вот эти синие штучки, и для чего они. Они у меня вся рассада в стаканах. Если бы я ее поставила стоя, она была бы уже, вот у меня палочка эта, метр двадцать, была бы на полпалочки. Я лежа, вот этот вот, например, вот он кустик. Я его укладываю, вышел он здесь, но посажен он вот здесь. Я его укладываю стаканом. Вот так, кладу стакан и туда его вот так вот, на ту сторону. Короче, здесь стакан лежа, там хвост. У этого также, тут стакан, там хвост. И присыпала землей. Я землей присыпала, но томаты, они же очень сильные растения. Он сейчас, это я вчера сделала, он сейчас на солнце начнет подниматься, вот этот ботяня. И он будет пытаться встать с земли. И он этот тонкий, рыхлый слой земли, он, конечно, поднимет. Для этого я его фиксирую в том месте, где я хочу, чтобы он, где у него была, короче, чтобы точка роста. Вот эти вот строительные штучки мы покупали в строительном магазине, когда утепляли дом. Муж прикреплял ими пенопласт или вату минеральную, я не помню, на потолке или где-то он делал. Но у нас осталось много лишних. И вот мы их сейчас приспособили очень удобно. Я вот так раз. И в том месте, где я хочу, чтобы он начал расти, я его фиксирую. Сильно не придавливаю. И теперь, когда он на солнышке начнет подниматься, он встанет. И будет у меня вот такого вот высоты небольшой. Я его привяжу к колышку и все. А вот этот весь хвост, который тут вот у него лежит на протяжении всей лунки, он обрастет корнями и растение растолстеет быстро, будет сильное, хорошее. Вот эта мелочь вроде бы. Но кому-нибудь, может быть, она пригодится. И вот эти синие штучки, я не знаю, как они называются, ими очень удобно крепить укрывной материал, когда вот закрываем. Обычно мы или камнями, или перетяжки им раз проткнешь, приткнешь. Держится очень хорошо. Но вот я приспособила. Я раньше делала шпильки металлические, втыкала. Теперь вот делаю вот такими синими штучками. Потом складу их в коробочку на будущий год. Если будет длинная рассада, еще раз ими воспользуюсь. Они вечные. Из стеклопластика вот этот штырь и пластмассовая вот эта кругляшечка. Вот так я нынче посадила длинного переросшего ботяню. Нынче рассада не очень-то. И пришпилила вот этими штучками. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Вот эта маленькая огородная мелочь, которая кому-то, может быть, поможет.